Природные и домашние средства для рака легких Печень является жизненно важный орган, расположенный вблизи верхней части живота и играет важную роль в усвоении питательных веществ из пищи. Печень также необходим для избавления от токсинов путем фильтрации крови. Рак печени может либо развиваться внутри печени или распространяться из других частей тела в печень. Тем не менее, некоторые природные методы лечения эффективны в борьбе с этим условием. Ниже приведен список природных лекарств для лечения рака печени. Природные способы лечения рака печени Американский женьшень Американский женьшень считается эффективное растительное и лекарственное средство для лечения рака печени. Несколько научных исследований показали, что американский женьшень эффективен при уменьшении размера раковых опухолей в различных частях тела. Это связано с тем, что эта трава содержит фитохимические известны как гензинозидов, которые демонстрируют сильные антиоксидантные свойства. Корень женьшеня американского в основном используется в лекарственных препаратах для лечения таких заболеваний, как рак печени. До употребления этой травы, обратиться к врачу от врача, как женьшень может взаимодействовать с несколькими препаратами. Куркума Куркума считается эффективным средством правовой защиты дома для целого ряда медико-санитарных условий, в связи с его сильными целебными свойствами. Куркума также доказал свою эффективность при лечении рака печени, в связи с тем, что она обладает свойствами антиоксиданта и печени защищающего, наряду с противовоспалительной активностью. Куркумин, активный компонент куркумы, считается полезным при лечении рака печени. Куркумин обладает ингибиторой ЦК-2, сдерживающей приток крови к раковой опухоли, которые помогают в уменьшении их размера с постоянной скоростью. Диета лечения Диета также играет очень важную роль в лечении рака печени. Вы должны потреблять продукты с содержанием сложных углеводов в вашем рационе, так как они помогают в обеспечении энергии для организма. Цельные зерно и бобовые культуры являются прекрасными примерами продуктов, которые обладают сложные углеводы. Те, кто страдает от рака печени, также должны потреблять фрукты и овощи на регулярной основе. Это потому, что они легко перевариваются и содержат мощные антиоксидантные витамины. Фрукты и овощи, которые являются полезными для больных раком печени, включают яблоки, апельсины, ананас, вишня, ягоды, виноград, зелень, картофель, капусту и киви-фрукты. Лица, страдающие от рака печени следует избегать употребления алкоголя, так как он является одним из основных триггеров рака печени. Исследования показали, что употребление алкоголя в результате воспаления печени следует также избегать употребления слишком много натрия, поскольку это оказывает негативное влияние на функционирование печени, таким образом, ухудшение симптомов рака печени. Чеснок Чеснок считается эффективным средством для дома рака печени. Исследования показали, что чеснок помогает уменьшить воспаление, связанное с раком, в связи с тем, что она обладает сильным противовоспалительным антиоксидантным протез. Чеу 3-6 зубчиков чеснока каждый день для лечения рака печени. Тмин Тмин считается эффективным домашнее средство для лечения рака печени. Это связано с тем, что она обладает сильным антиоксидантными свойствами, которые боевую активность свободных радикалов, которые ответственны за возникновение рака печени. Во время лечения любой стадии рака легких, есть шаги, которые можно предпринять в домашних условиях, чтобы справиться с некоторыми симптомами и побочные эффекты. Обязательно следуйте инструкциям ваш врач дал вам. Лечение в домашних условиях Лечение на дому для тошноты или лечение в амитингоме тошноты или рвоты включает в себя просмотр для лечения и ранние признаки обезвоживания, такие как сухость во рту, липкость слюной, а также снижение дюреза стенно-желтой мочи. Лечение в домашних условиях для лечения диаре-аоми диареи включает отдыхает ваш желудок и бдительность на наличие признаков обезвоживания. Лечение в домашних условиях для лечения чонсти патиономизопоров включает в себя легкие упражнения наряду с адекватным потреблением жидкости и диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и клетчатки. Лечение в домашних условиях для лечения фатегооми усталости включает в себя убедившись, что вы получите дополнительный отдых в то время как вы получаете химиотерапию или облучение. Лечение в домашних условиях для лечения паэноми для боли включает в себя тепло и холодные компрессы и научиться, чтобы отвлечь себя от боли. Лечение в домашних условиях для лечения больной маутоми для больной рот включает в себя избегая определенных пищевых продуктов и полоскания с жидкостью для полоскания рта или антоциды. Лечение в домашних условиях для сна лечения проблем шоми для проблем сна включает имеющих регулярную сном и избегать кофеина в конце дня. Другие вопросы, вы можете быть в состоянии справиться в домашних условиях включают в себя. Потеря аппетита или затруднения при еде Питание несколько небольших приемов пищи в течение дня или есть мягкие, мягкие продукты могут помочь, если у вас нет аппетита или, если некоторые продукты трудно есть. Кашляющий Вы можете иметь постоянный кашель или развить сильный кашель. Ваш врач может рекомендовать некоторые лекарства от кашля без рецепта или предписать некоторые лекарства, чтобы помочь облегчить симптомы. Бросай курить Если вы курите и рак легких, как бросить курить сделает ваше лечение более эффективным и может помочь вам жить дольше. Задержки не курящих целебные после операции, так что вы можете иметь лучшее восстановление после операции рака легких, если вы бросить курить. Люди с раком на ранней стадии легких, которые продолжают курить во время лучевой терапии было показано, имеют более короткие времена выживания, чем те, кто не курит. Курение может также сделать химиотерапию менее эффективной. Никотин в табаке, кажется, помогает раковые клетки и их кровоснабжение размножаются, а также защищает раковые клетки от разрушения. Лекарства для рака легких в основном связаны с химиотерапией. Другие лекарственные средства могут быть использованы, чтобы помочь с болью. Химиотерапия Химиотерапия является наиболее эффективным средством для лечения немелкоклеточного рака легкого. Это может помочь контролировать рост и распространение рака, но он лечит рак легких лишь у небольшого числа людей. Он также может быть использован для лечения более сложных стадий немелкоклеточного рака легкого. Химиотерапия называется системное лечение, поскольку лекарства входят в кровь, проходят через ваше тело, и убивают раковые клетки, как внутри, так и вне зоны легких. Продолжение следует...